Абсолютно обоснованно. Я все это пролистываю. Оценки конфликта, система подсчетов. Это то, как ученые трудились, чтобы доказать эффективность. Результаты исследований по агрессии животных. Как вы видите, эта группа без диффузоров, эта группа с диффузорами. Но моя любимая тема – это агрессия и как это работает, и как она возникает. Я сейчас очень кратко и тезисно расскажу вам основные моменты внутривидовых агрессий и о том, какие виды терапии вы конкретно можете применять самостоятельно дома. В условии собственных питомников, в условии собственных питомцев. Начало агрессии всегда проявляется незаметно. Владельцы говорят об агрессивном поведении, когда животные уже шипят, уже дерутся. Но здесь очень важна микромимика. На самом деле конфликт начинает зарождаться уже тогда, когда взгляд животного становится напряженным. Положение ушей отводится назад, когда начинается подрагивание хвоста. Это уже начало агрессивного поведения. Если в доме находится несколько кошек, то пресекать надо уже вот такое начальное поведение. В момент разгара конфликта разнимать кошек руками не имеет никакого смысла. Единственное, что вы можете сделать, чтобы обезопасить животное в момент драки и обезопасить себя, наиболее эффективным методом является прерывание визуального контакта. Для этого лучше всего подходит либо кусок фанеры, либо кусок картона. Когда в тот момент, когда клубок кошек распадается, этот кусок картона зафиксировать между ними, чтобы прервать у них зрительный контакт. Руками, водой в этот момент работать совершенно неэффективно и опасно. Первичная агрессия возникает в момент первознакомства. Вторичная агрессия, и это самое интересное, возникает в момент, когда что-то меняется в структуре популяции кошек. Если животное заболело, если животное находилось в стационаре, если изменилось поведение животного, оно либо в попоне, либо в воротнике, либо хромает, либо странно выглядит. Специфика боли у животных такова, что они до последнего будут ее скрывать. И когда мы замечаем, как нам кажется, первые симптомы заболевания, на самом деле данное животное болеет уже от 3 до 7 дней. И очень часто на приеме, когда мы собираем анамнез, мы, врачи, и спрашиваем, как давно болеет ваше животное, мы слышим то, что симптомы заболело оно буквально на днях. Вечером, позавчера, вчера. Но при визуальном осмотре и при проведении дополнительной диагностики становится понятно, что животное болеет уже достаточно давно. Почему? Потому что животное скрывает свою боль. В дикой природе животное, которое плохо себя чувствует, выжить не может. Оно может стать очень легкой добычей для своих сородичей или для тех, кто на них охотится. Поэтому вторичная агрессия у кошек возникает тогда, когда меняется физиологическое состояние одного из животного. Понятно, что жертва. Еще очень часто агрессия между двумя животными, как вторичная, возникает при изменении полового статуса животного. Например, когда кошка становится половодрелой, или когда охот начинает активно маркировать территорию, позиционируя себя как альфа-самец. Здесь нужно быть очень осторожными. Если в квартире находится несколько кошек, и они производители, самцы могут вести себя очень агрессивно, если несколько самцов, по отношению даже к котятам собственного помета, то есть даже если они являются их биологическими отцами. Почему? Потому что если самцы, коты чувствуют угрозу и в дикой природе, и в доме, ничего не изменилось. Если они чувствуют угрозу своей аэрофической структуры и понимают, что им нужно доказать, что самки принадлежат именно им, они способны уничтожить даже собственный помет. Так себя ведут в прайде даже дикие львы. Они могут убить даже собственных котят. Для чего они это делают? Не для того, чтобы, типа, бей своих, чтобы чужие боялись. Здесь все очень обосновано. Уничтожая помет, уничтожая потомство, они провоцируют самку на приход скорейшей течки, чтобы покрыть ее снова, чтобы гарантированно все самки имели потомство только от него. Поэтому если вдруг до этого совершенно спокойный кот начинает себя вести агрессивно, начинает нападать на самку, нападать на котят, этих котят и самку, естественно, лучше изолировать. Потому что эта агрессия очень опасна и направлена на то, чтобы... Ну, в целом, это такая у него благая задача, чтобы сохранить вид и свою популяцию. Но котята и мама-кошка могут серьезно пострадать. Итак, категория агрессии у кошек. Игровая агрессия, агрессия, вызванная страхом, агрессия, вызванная болью, межсамцовая внутривидовая агрессия, материнская агрессия, агрессия хищника, территориальная агрессия, переадресованная агрессия, агрессия самоутверждения и идиопатическая агрессия. Кошки не знают, что у них столько категорий агрессий. Эту агрессию вывели филенологи и специалисты, занимающиеся поведенческой медициной на основе многолетних наблюдений. Добавлялись новые виды агрессии. И я вкратце пройдусь, какие представляют для нас интерес, как для врачей, как для заводчиков, как для просто любителей кошек. Идиопатическая агрессия – это агрессия, у которой нет причины. К сожалению, это агрессия сродни людям-социопатам, которые становятся бичом и никак не корректируются. Причины нет, агрессивное поведение есть. Для людей существуют клиники, тюрьмы, психиатрические лечебницы. Животным, которым ставится диагноз идиопатическая агрессия, к сожалению, заканчивают свою жизнь эутаназией, потому что это поведение никак не корректируется. И, к сожалению, оно генетически закреплено. У любого животного, любой породы, может выстрелить этот ген, и животное станет неуправляемым. Как правило, первые симптомы появляются после полового созревания. Средний порог у кошек, когда проявляется идиопатическая агрессия, это год-полтора. Коррекции она не подлежит. Понятно, что такой диагноз ставим мы не глядя, а ставим, показав животному врачу и исключив другие виды агрессии. Игровая агрессия, с ней все понятно. Она становится проблемой у взрослых животных только тогда, когда котенок научен играть некорректно. Потому что в природе именно мама-кошка в возрасте трех-пяти недель показывает котенку, что для нее приемлемо, что нет. Как ее кусать, как ему с ней играть. И если ей становится физически больно, она дает адекватный ответ. К сожалению, люди дают этот ответ либо чрезмерный, либо никак не реагируют, а умиляются над котенком, особенно над котенком-подростком, который набрасывается на руки, набрасывается на одежду, который устраивает охоту на них в квартире. И за счет этого формируется игровая агрессия. Выросшее животное, которое недовоспитали, ведет себя крайне некорректно по отношению к людям и к себе подобным. Агрессия, вызванная страхом, и агрессия как реакция на боль относятся к переадресованной агрессии. Животное реагирует агрессивно не потому, что конкретный субъект раздражает, а потому, что конкретный субъект оказался в ненужное время, в ненужном месте. Это очень часто бывает у котов, у которых первый приступ мочекаменной болезни. У них идет обструкция, владельцы ничего не замечают, животное становится беспокойным, часто писает в туалет, прыгает в лоток, присаживается, в момент мочеспускания чувствует рейс, страшно пугается, и поскольку оно не способно диагностировать и осознать, то, что источник проблемы находится внутри кота, животное решает, что источник проблемы либо в лотке, либо в наполнителе, либо в том человеке, который оказался рядом и нападает на него. Поэтому, если вдруг появляется агрессия у взрослого животного, которой раньше не было, такое животное необходимо показать терапевту и исключить у него болевой синдром. У возрастных животных, у кошек, очень часто развивается возрастная деменция, какая бывает и у людей. Но здесь переадресованная агрессия на наличие болевого синдрома связана не с мочекаменной болезнью, а связана с болезнью суставов. Таким животным становится тяжело ходить, тяжело прыгать, они становятся неловкими, неуклюжими. И, соответственно, при сохранении болевого синдрома, постоянного при хронических артритах, когда животное пытается взять на руки, оно шипит и ведет себя агрессивно, исключительно преследуя цель остановить источник боли, который, как ошибочно полагает животное, сосредоточен именно в том человеке, который берет его на руки. Агрессия внутривидовая и чаще всего межсамцовая укладывается в тот стереотип действий, который я вам описала на примере кота, который переживает за свою сохранность, за то, удастся ли ему остаться самцом номер один. Мальчишки дерутся часто, дерутся сильно, но, как правило, конфликты между котами заканчиваются, когда один самец прогоняет другого со своей территории. Если самец возвращается, конфликт повторяется. Немного иначе дело обстоит между кошками. Конфликты между самками корректировать гораздо сложнее, потому что дерутся они не за территорию, а за то, чтобы остаться единственной самкой на этой территории и быть самой симпатичной самкой для определенного кота. Поэтому у них включается механизм уничтожения конкурентки. Здесь все очень просто. Чем больше конкуренток самка прогонит, тем высока вероятность того, что произведет потомство именно она. Материнская агрессия тоже никак не корректируется, не потому что она не поддается коррекции, а потому что это не нужно. Если кошка напрыгивает на владельца, защищая свое потомство, все, что нужно сделать в этой ситуации, предоставить маме и ее котятам место, в котором она не будет раздражаться. Отдельную комнату, приглушенный свет, тихо общаться с животным спокойным голосом. И еще что важно, чтобы не провоцировать у кошек агрессию, прежде чем подойти, обратиться, взять, поставить на смотровой стол, когда вы в ветеринарной клинике, или просто полоскать животное, к нему нужно обращаться по имени, и убедиться в том, что животное вас услышало, посмотрело на вас и зафиксировало вас взглядом. Это значит, что кошка предупреждена и готова к общению. Если кошка спит, если она индифферентна, если она отворачивается, это говорит о том, что ваше общение ей сейчас не нужно. Агрессия хищника. Она очень напоминает агрессию игровую, в результате некорректного воспитания и привития некорректных навыков игры. Но отличается тем, что очень ярко проявляется в основном у животных, которые живут на свободном выгуле, которые гуляют на улице. Они привыкли охотиться там, они начинают это делать дома, особенно характерно для животных, которые летом живут на улице, на даче, а потом возвращаются вечером в квартиру. Корректировать ее тоже не имеет смысла. В условиях квартиры имеет смысл разнообразить досуг животного. Купить побольше игрушек, купить побольше головоломок, интеллектуальных игрушек для кошек сейчас полно. Распрятать по квартире игрушки, внутри которых лакомство. То есть создать среду, в которой животное сможет реализовывать свои охотничьи инстинкты. Территориальная агрессия. Если животным не хватает территории, эта агрессия неизбежна. Здесь все просто. Тесно дерутся. Если всем хватает пространства, конфликтов не возникает, как правило. Переадресованная агрессия – это агрессия реакции на боли и агрессия, вызванная страхом. Агрессия самоутверждения при завоевании социального статуса – разовая акция. Животное самоутверждается, либо не самоутверждается, и больше конфликтов не возникает. Он исчерпан. Объекты агрессии у кошки. Только кошки. Это внутридовидовая агрессия. Только люди. Это самоутверждение или агрессия направлено на завоевание социального статуса. Это возникает в семьях, где кошки странным образом стараются доказать, где ее место. Это история про воспитание, где котенка приучают к лотку тем, что хватают его за шкирку, тыкают собственные испражнения, потом эмоционально тащат в кошачий лоток, тыкают его там, объясняя при этом на словах испуганному животному, что ходить в лоток нужно именно здесь, не понимая, что все это огромные иллюзии, хотя бы по той причине, что животное приучается к чистоплотности к пяти неделям своей жизни. И учит этому не человек, а мама-кошка. И если вдруг кошка не способна пойти в лоток, эта проблема не в том, что она глупая, и мы ее не можем научить. Эта проблема в том, что в силу каких-то экспериментов у этого животного выработалось крайне негативное отношение к лотку. И все, что можем сделать мы, это перевоспитать отношение кошки к лотку. Предложить ей на выбор несколько лотков, подкреплять правильное поведение, когда кошка оказывается в лотке, имитировать лапками, как будто бы мы скребем наполнитель. Экспериментировать с наполнителями. И каждый раз, когда животное оказывается рядом с лотком, в лотке, когда она его нухает или копает лапками, очень спокойно, разговаривая, называя ее по имени, давать ей лакомство. Формировать у нее позитивную связь с лотком. Если это неизбежно, то, например, лично я не против того, чтобы животное туалетом выбирало ванну. По мне это все так лучше, чем это делать по всей квартире. Или то место в квартире, пусть это даже в комнате или на кухне. Если животное выбирает себе определенный угол, и переучить его невозможно, я рекомендую там ставить лотки, и если уже на худой конец это не получается, как минимум впитывающие пеленки. Но не бодаться с кошкой за то, что она ведет себя неправильно. Поверьте, у нее есть свой резон. И она будет отставить его до последнего. Объекты агрессии. Кошки, люди и другие животные. Когда возникает она? Агрессия в результате отсутствия социализации. Основной объект человек. Это если мы берем животное с улицы и приучаем их в доме. Игровая агрессия. В квартирах объектом всегда становится человек. Агрессия, вызванная страхом. Объектом в квартире всегда становится человек. Материнская агрессия. Но здесь все прозрачно. Здесь мама просто защищает своих деток. Агрессия хищника. Объектом является человек, поведение которого воспринимается кошкой как неуместное. Территориальная агрессия. Переадресованная агрессия. И гидиопатическая агрессия. Животным, которое в конфликте и в агрессии, очень тяжело давать таблетки. Очень тяжело вводить препараты инъекционно. И здесь спасением действительно становятся феромоны. Именно феромон филевей классик, который работает следующим образом. Он работает как успокаивающий препарат. Он работает как препарат адаптационный. Что это значит? Что его можно использовать и в момент возникновения агрессии, и в подготовке помещения для принятия кошек, и в местах, где содержится группа кошек, и в местах, когда невозможно воздействовать по-другому. Это питомники, приюты, кота-кафе. Также они не имеют никаких противопоказаний. Их можно применять у беременных, кормящих кошек, у котят. И еще, что очень важно для меня, как для врача в первую очередь, то, что он сочетается со многими видами препаратов. Не вызывает привыкания и не имеет побочных эффектов. И прекрасно работает при идеопатических циститах. Филевэй классик. А Филевэй Фрэнс великолепно работает при конфликтах и при территориальной агрессии, а также при нарушении инстинкта маркировки. Когда животное при переезде в новую квартиру начинает усиленно маркировать ее, даже будучи приученном к лотку, чтобы убедить себя в том, что эта территория для животного безопасна. Это типы агрессии, о которых я рассказывала, связанные с нечистоплотным поведением. И как вы поняли, об агрессии и о кошках, и о модификации поведения я могу разговаривать бесконечно. Но сейчас мне придется с вами попрощаться. Я включу крайний слайд. Сразу забегая вперед скажу, что я дома для своих животных, которые между собой не дружат, я использую и Филевэй классик, и Филевэй Фрэнс. Я оставлю вам... Это более развернуто все то, что я попыталась уложить в эти 40 минут. Я уверена, что у нас будет возможность разместить эту презентацию, чтобы вы могли ей воспользоваться. Сейчас я просто хочу найти контакты и ресурсы, на которых мы будем размещать эту презентацию и тезис на эту лекцию. И напоследок хочу сказать, что Филевэй Фрэнс работает в течение 4 недель, диффузора хватает, а потом необходимо его заменить. Вот. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, обращайтесь. Это мой прямой телефон, почта, инстаграм. С удовольствием отвечу на все ваши вопросы. По всем поведенческим проблемам кошек и собак и совместном содержании ваших питомцев. Еще раз огромное спасибо, что вы слушали. Было очень приятно. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...